Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 31 декабря По одному из календарей славяне отмечают щедрец, щедрый вечер По народному месяцу слову – Модест, покров скота, Новый год В этот день христиане чтут память святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского Родился в Севастии Каппадокийской, Малая Азия, 6-7 века На Руси святого Модеста считали хранителем скота Поэтому к нему обращались с просьбами о защите от падежа и хищных зверей 31 декабря было принято устраивать мужские брачины, совместные застолья Таким образом святого благодарили за заботу о стадах Декабрь, зимы и начало, года конец А сегодня он в шумной веселой компании братцев-месяцев Последний раз по земле хозяином проходит Наступит ночь и передаст седой декабрь, пока еще румяному молодцу январю Свой ледяной посох, знак величия и власти А январь, зимы и государь, как радушный хозяин Встретит Новый год у порога и поведет его по матушке России От деревни к деревне, от города к городу, до самого последнего предела До известного указа Петра I Новое лето русичи, согласно своим местным традициям, встречали кто в марте, кто в сентябре А с 15 декабря 1699 года император Сия Руси повелел встречать уже не новое лето, а Новый год повсеместно с 1 января И поздравлять друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия В честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор А взрослым людям пьянство и мордобоя не учинять, на то других дней хватает Понимая, что празднование Нового года 1 января идет вразрез со старыми традициями Петр I решил провести в Москве невиданное доселе празднество После полуночи улица Первопрестольной и ее крепостные стены озарились ярким фейерверком Полыхала в зимнем небе иллюминация, горели костры и смоляные бочки, подобно факелам, закрепленным на длинных шестах Потехи и увеселения продолжались до самого Рождества И все это время городские улицы и площади украшали высокие лохматые лесные гостья, вечно зеленые ели Обычай украшать ели существовал с давних пор Когда-то люди верили, что в деревьях обитают добрые духи плодородия, от которых зависит урожай хлебов, фруктовых плодов, овощей, ягод В конце декабря, когда дни начинали увеличиваться, все от мала до велика отправлялись в лес и на ветвях самой большой ели развешивали подарки в надежде на благосклонность лесных духов земными плодами ведающих И никогда не губили не то что деревья, а и травинку малую, своей прихоти ради Сейчас подарки на елку не вешают, а оставляют под ней, да и посвящают их не духом, а одаривают родных и близких Выбор таких новогодних подарков зависит от материального положения дарящего и его воображения До сих пор во многих странах мира принято перед Новым годом отдавать долги, прощать обиды, выбрасывать из дома всю разбитую посуду Избавляться от предметов, напоминающих о неприятностях и огорчениях минувшего года Чтобы с легкой душой, чистым сердцем и хорошим праздничным настроением встретить приход Нового года Что предки наши делали еще до наступления дня коручена, наилучшего момента для очищения и расставания с отжившим прошлым Времени освобождения от всего ненужного, освобождения от всего, что уже себя исчерпало И без сожаления вступить в новый годовой цикл без мертвого груза за плечами А колядки еще продолжались В основном веселились дети, но к ним очень часто присоединялись и молодежь, и взрослые В это время люди как будто заново проживали старый проходящий год и прославляли наступающий Непременными участниками колядок были сельщики, которые осыпали односельчан зерном, тем самым зачиная новую жизнь В ответ хозяева одаривали участников процессии заранее приготовленными подарками Считалось, что устами ребенка во время колядования говорят высшие светлые силы Поэтому детские пожелания ценились превыше всего Колядующих всегда ряженые сопровождали, разыгрывая целое обрядовое действие В этот день гадали о своей судьбе в предстоящем году Для чего ложились на ток, где молотит хлеб, и слушали Если подгадающим застучит, то он заболеет или того хуже Если зазвенит, быть свадьбе А если слышится молодьба, богатым будет Вечером 31 декабря и о погоде гадали Ставили 12 коробочек с солью Каждую коробочку называли именем месяца будущего года Утром 1 января смотрели В какой коробочке размокла соль Тот месяц и будет дождливым И еще примечали Если поле зимой без снега стоит То и в амбаре гладко будет Коли снег приваливает вплотную к заборам Ожидается плохое лето Если же промежуток между забором и снегом останется Лето урожайное Каков модест, таков и июнь Если снег при ходьбе не хрустит Или подул западный, либо юго-западный ветер То скоро наступит потепление А по одному из календарей Славяне отмечают щедрец Щедрый вечер Народное название праздника Миланка Парни в этот день выбирают промеж себя Лучшего затейника Переодевают его в женские лохмоти И он исполняет роль Миланки Выбирают еще и других персонажей Выйдя на улицу Начинают с шуток Медведь приглашает на танец Коза играет на скрипке А журавль выбивает на бубне В досталь позабавившись Батага идет в дома жителей У которых есть дочери на выданье Входя в дом, парни устраивают беспорядок Особенной проворностью отмечается Миланка Она разбрасывает мусор Заглядывает в горшки Чтобы отыскать посуду с молоком И измазать им печь Поэтому хозяева предварительно прячут Всякую утварь от вредной Миланки В это время парни припевают о том, как Миланка селезня посла После хозяева одаривают того, кто носит мешок Всех приглашают к столу В отличие от колядований, в которых участвуют только парни Миланка обряд также и девичий Среди действующих лиц есть две персоны Миланка, одетая уже в свадебную одежду невесты В отличие от той, что в ранее описанном обряде участвовала И Василий, юношей одетая девушка в жупани, шароварах, шапке, сапогах В отличие от парней, девчата не заходят в дом, а щедруют под окнами Ой, да вчера вечером посла Миланка два кочура Посла-посла потеряла Пошла домой, заплутала Ой, приблудила в чисто поле А там Василий конем пашет Ой, Василий Василечек Выведи меня на тропиночку Буду тебя почитать Каждое воскресенье украшать Хозяева выходят и одаривают казначея деньгами Миланки на венок Девичьи щедрования прекращаются в полночь Счастья и здравия вам, славяне! Братья-месяцы